Решил я поделиться своими мыслями, идеями, что же такое магнитное поле. Это всего лишь мои рассуждения, не обязаны быть достоверными, так сказать. Но для меня это пока единственное объяснение, как же это дело работает. Что же это за такие магнитные силовые поля, которые проходят вообще через любую материю, даже через вакуум, им ничего не нужно, им вообще, как говорится, ничего не мешает. Пришел я к такому выводу, что никаких магнитных силовых полей и прочего магнит не создают. А что же такое магнит? Магнит это всего лишь концентратор, такой фокусировщик магнитной материи, которая существует вообще во всей Вселенной и пронзает вообще все. Лишь вот этот вот факт искажения вот этой материи магнитной объясняет все то, как вот эти вот, так сказать, силовые линии везде проникают. То есть, если поле искажается, то, в принципе, ему вообще невозможно никак помешать. То есть, невозможно там поставить какой-то магнитный диэлектрик, так сказать, чтобы он мешал. Он не будет мешать, потому что идет искажение именно, ну, пространство, не пространство, а вот это вот основы, так сказать, материи магнитной. Аналогично с радиоволнами. Допустим, есть антенна, есть передатчик. То есть, говорят, она там посылает магнитные волны, да, вокруг себя. Но на самом деле она их не посылает, она искажает вот это пространство магнитное. Ну, то есть, возмущает его. Ну, и само собой идут по нему волны аналогично, как на воде можно видеть, которые воспринимает приемник. Так же мы знаем, что электрический ток вообще не может существовать без электрического поля. А почему? Вот потому что, когда движется заряд, там, электрон, допустим, он искажает вокруг себя вот это самое магнитное, ну, магнитное пространство, магнитную материю. То есть, образуется вокруг движущейся частицы возмущениями. Именно потому, что она движется. И тут возникает вопрос. Если магнитное поле, так сказать, так называемое, создают движущиеся только частицы, то, по идее, в постоянном магните тоже должны двигаться какие-то частицы. Но они, конечно, здесь двигаются циклично, то есть, там, замкнутый цикл, поэтому мы не сможем пока придумать, как извлечь из магнита там энергию. И, допустим, его разряжать, чтобы получать электроэнергию, а потом заново заряжать. В итоге, если бы это получилось, у нас бы получилась такая магнитная батарейка. То есть, изготавливаем магнит, а потом его разряжаем, тем самым высасывая из него, так сказать, энергию. Был бы такая магнитная батарейка. Но как же может быть устроен постоянный магнит? В качестве примера у меня возникла вот такая мысль. Берем, допустим, трубу, а внутри трубы установлен насос. Этот насос качает воду, допустим, вперед сюда. То есть, на выходе из трубы будет повышенное давление, а на входе пониженное, то есть, сюда вода заходит. Теперь несложно догадаться, что если насос будет достаточно мощный, то вода будет циркулировать вот так вокруг. То есть, по факту получается та же конструкция, как у обычного магнита. То есть, мы знаем известную картинку, как закручиваются магнитные, так сказать, эти линии силовые вокруг магнита. То есть, по идее, магнит работает как насос. То есть, он перекачивает постоянно эту магнитную материю, так сказать, и вокруг него, поэтому концентрируется такое, ну, магнитное поле, так сказать, так называемое. То есть, это насос. Он постоянно работает, это живой, ну, не живой, так в кавычках, живой организм. Но почему же мы не сможем извлечь эту, так сказать, полезную энергию? Да потому что вот эти силовые линии вокруг него, они, так сказать, монотонные. Ну, то есть, нет пульсаций. Пульсаций для работы генератора, там, для генерации тока в катушке нужна пульсация. Поэтому она создается искусственно, там, механически. Если как-нибудь найти способ разряжать магнит, то есть, вытаскивать с него вот эту вот энергию, которая перекачивает вот эту магнитную материю, можно изобрести такую даже батарейку-аккумулятор. То есть, заряжать эти магниты, ну, и потом путем их разрядки магнитного этого поля высасывать с них электроэнергию, так сказать. Ну, пока этого никто не придумал. Может, еще придумают. Будут у нас такие магнитные, так сказать, батарейки. Посмотрим, до чего техника дойдет. Еще один интересный пример. Это такой прикольчик с Ютуба, моторчик из батарейки. То есть, тут ставится магнит постоянный, рамка. Ну, эта рамка крутится вокруг. Почему же она крутится? Потому что вот отсюда с плюса минусу бегут электроны. А мы знаем уже, что когда электроны движутся, они возмущают магнитное поле вокруг себя. То есть, магнитную эту материю. Ну, а дальше вот эта магнитная потеря, то есть, в результате ее искажения происходит реагирование с вот этим магнитом ниже. Ну, и рамка поворачивается по этому. Вот такая вот интересная конструкция. Тут мысленный эксперимент такой. Если вместо батарейки поставить, допустим, магнит, а внизу еще один там магнит, будет ли это дело крутиться? Ну, не будет оно крутиться. Рамку, то есть, сделать стальную, чтобы магнитное поле по ней так распространялось, так сказать. Но крутиться оно не будет, потому что частицы будут стоять вот эти на месте. Они лишь будут иметь, ну, замкнутый такой момент магнитный. Никуда не будут двигаться. А если они не будут двигаться, все это дело крутиться не сможет. Кстати, насчет того, как распространяется магнитное поле, вот это так называемое, ну, там, по стали, например, вот у нас есть гвоздь, как, почему он намагничивается, почему к нему там притягиваются другие гвозди, например, если вблизи находится магнит. Потому что, это вот результате искривления магнитного вот этого пространства, вот здесь начинают тоже двигаться внутри, ну, частицы, которые искривляют, так сказать, магнитное пространство. Ну, и сам вот этот гвоздь, он сам по себе тоже становится магнитом. То есть, в присутствии вот этого магнита, этот магнит запускает в нем движение частиц, но они стоят на месте. Ну, он тоже продуцирует, так сказать, так сказать, выступает концентратором этой магнитной материи, становится магнитом. Такие вот мысли. Значит, вывод какой? Вся Вселенная заполнена вот этим самым магнитной материей. Возмущение этой материи происходит при движении частицы. Там, допустим, электрон движется, там кабель и искажает это пространство. Или там антенна передает там тоже электроны, происходит искажение этого пространства. Сам по себе постоянный магнит не создает никакого магнитного поля, он всего лишь его концентрирует. То есть, внутри магнита, по идее, тоже движутся частицы, ну, вот благодаря чему он и становится магнитом, так сказать, искривляет это магнитное пространство. То есть, работает примерно как насос, качающий воду. Ну, вот такие мысли. Знаю, для меня это пока самое такое логичное объяснение, как же работает магнит и что такое магнитное вот это вот все материя, так сказать, поля и так далее.